18 главу и в последнем 35 стихе мы с вами отметили две причины, по которым прощение в греховном мире очень важно. 19 глава, первых 12 стихов, вопрос о разводе. И мы с вами должны знать, что это было последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. С 1 стиха 19 главы по 34 стих 20 главы. 19, 1-20, 34. И событий было больше, чем у Матфея записано, произошло. Об этом можно читать в параллельных местах Евангелия от Луки. Но мы с вами здесь видим, что в первых двух стихах описывается путь в Иерусалим. С 3 по 9 звучит вопрос. С 3 по 9 стихи. И мы с вами отметим, что в Евангелиях учение Христа о браке, разводе и повторном браке содержится в четырех отрывках. Учение о браке, разводе и повторном браке. В Евангелиях содержится в четырех отрывках. Здесь, с 3 по 12 стихи, в 19 главе. В 5 главе мы рассматривали с вами Евангелие от Матфея, 5 главу, 31-32 стихи. Да, будем теперь намного быстрее писать. Старайтесь. Марка, 10 глава, 11-12 стихи. И Лука, 16-18. Итак, наша глава, 19 стихи, с 3 по 12. 5 глава Матфея, 31-32. Марк, 10 глава, 11-12. И Евангелие от Луки, 16-18. И вот данный отрывок считается наиболее полным, потому что он содержит самое большое количество компонентов, чем любой другой отрывок. Наш отрывок в 19 главе считается самым полным. Мы уже с вами говорили о двух школах. В то время была школа Шамая и Гелеля. Иисус начинает отвечать в 4 и 5 стихах. Начинает не с критического момента, с развода, но с института брака, установленного Богом. Бог учредил модель для брака. Бытие 1, 27. И сказал. Бытие 2, 24. Бытие 1, 27. И Бытие 2, 24. А что в Бытие 2, 24 он сказал? Вы знаете. Оставить человека отца и мать. И прилепиться к жене своей. Это должен быть исключительный, неразрывный союз. Между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь. Это не человеческая традиция. Но основное взаимоотношение для людей предписано и управляемое Богом. Но основное взаимоотношение для людей предписано и управляемое Богом. Слово оставить означает отношения, но не обязанности. Дети должны всегда почитать своих родителей. 15 глава 4 по 6 стихи Матфея. 15 глава 4 по 6. Но вступая в брак, они разрывают семейные узы, присущие им от рождения. И переносят основную преданность с родителей на супруга. Вступая в брак, они разрывают семейные узы, присущие им от рождения. И переносят основную преданность с родителей на супруга. Прилепиться или прилепиться слово. Прилепиться означает приклеиться, сплотиться. Приклеиться, сплотиться. Это слово означает то, что не склонно к разделению. Означает то, что не склонно к разделению. Сами по себе ни мужчина, ни женщина. Сами по себе ни мужчина, ни женщина не являются закорченными существами. Но в браке достигается полнота. Так, как каждый пол дополняет другой. Так, как каждый пол дополняет другой. Так, что два человека становятся одна плоть. Так, что два человека становятся одна плоть. Красная паста. Превращение в одну плоть происходит не в первую брачную ночь, но является процессом длинною в жизнь, который вовлекает в себя все элементы человеческой личности. Превращение в одну плоть происходит не в первую брачную ночь, но является процессом длинною в жизнь, который вовлекает в себя все элементы человеческой личности. Юля прочитает нам шестой стих, 19 глава 6. Слово «что» Бог сочетает. Обратите внимание, что здесь Иисус говорит, что Бог сочетает, а не кого. Но действие Бога в соединении мужей и жен в брачных отношениях в момент сотворения. Но действие Бога в соединении мужей и жен в брачных отношениях в момент сотворения. Слово «сочетал» подчеркивает тот факт, что именно Бог создает брак. И человек не может переделывать то, что сделал Бог. Итак, что у нас получилось, когда фарисеи подошли к Иисусу Христу и спросили, «Искушая его, позволительно ли и по всякой причине позволительно человеку разводиться женою своею?» Что Господь им отвечает? И вот шестой стих, шестой стих мы с вами записали. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Значит, что отмечает Иисус? Позволительно или непозволительно разводиться? Запишем. Следовательно, Христос дает однозначный ответ на вопрос фарисеев. Этот ответ – нет. Человек не может разводиться с женой по любой причине. Итак, вы понимаете, что говорит Господь здесь, и что Он отвечает, и почему Он так отвечает? Они говорят, по всякой ли причине, по любой ли причине можно разводиться? Он говорит, нет, нельзя по любой причине разводиться. Нельзя. Потому что Бог создал институт брака, и Он создал это раз и навсегда, для всего человечества, на все времена, для одного мужчины и одной женщины. И когда был создан институт брака, помимо Адама и Евы, больше никого не было. Это вы тоже должны понимать. Поэтому нельзя допускать какие бы то ни было дополнения или изменения к Божьему закону о браке. И мы с вами запишем дальше. Седьмой стих. Фарисеев переходит к другому вопросу. Что они спрашивают? Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Разводное письмо – это документ, который использовали людей при расторжении брака. Иисус говорит, что Моисей разрешил развод кожи с токосердию вашему. По причине греховного человеческого упрямства, закон Моисеев разрешал то, что отличалось от первоначального Божьего плана. Наиболее вероятно, Бог сделал это, чтобы защитить невинных. В древнем обществе жизнь одинокой женщины могла быть чрезвычайно сложной. Разрешение разведенным женщинам вступать в повторный брак. Разрешение разведенным женщинам вступать в повторный брак. Второзаконие 24.1 Защищало их от экономических трудностей и деградаций, вызванными их нечестивыми мужьями. Продолжение следует... Продолжение следует... Иеремия 3.1 Итак, что мы видим? Слова «А сначала не было так». То есть развод никогда не был частью первоначального Божьего замысла. И мы уже с вами сказали о том, что изначально Бог создал институт брака, чтобы один мужчина в браке был связан с одной женщиной, пока смерть не разлучит их на всю жизнь. Девятый стих, девятнадцатой главы. Христос излагает свое учение о разводе, используя три ситуации. Христос излагает свое учение о разводе, используя три ситуации. Во-первых, любой человек, разводящийся со своей женой, вступающий в другой брак, совершает прелюбодеяние. Итак, во-первых, любой человек, разводящийся со своей женой, вступающий в другой брак, совершает прелюбодеяние. Когда мы с вами рассматривали пятую главу Матфея, то в тридцать втором стихе там повторный брак жены был назван прелюбодеянием. Здесь повторный брак разводящегося мужа. Это о чем говорит? О том, что это относится в равной степени как к мужчине, так и к женщине, независимо от пола. Во-вторых, муж, разводящийся с женой, по причине прелюбодеяния, может вступить в повторный брак, не совершая при этом греха. Муж, разводящийся с женой, по причине прелюбодеяния, может вступить в повторный брак, не совершая при этом греха. Красная паста. Это четко подразумевается в слове Кавычка, не за. Скобочка, не по причине. И повторяет позицию, озвученную в Нагорной проповеди, 5.32. И повторяет позицию, озвученную в Нагорной проповеди, 5.32. Красную пасту отложить. Неверность в половых отношениях не делает развод обязательным. И сама по себе не расторгает брак. Имеется в виду неверность. И сама по себе не расторгает брак. Но его расторгает ситуация в кавычках жестокосердия. В которой Бог разлучает то, что соединит. В которой Бог разлучает то, что соединит. Пророк Иезеки, 16 глава, 15 стих и дальше. А что же там написано в Языкиле, 16 главе, 15 стих и далее. Пророк Иезеки, 16 глава, 15 стих и далее. Пророк Иезеки, 16 глава, 15 стих и далее. Пророк Иезеки. Пророк Иезеки. Пророк Иезеки. Пророк Иезеки. Пророк Иезеки. что ними годовал я тебе, то отдавала ты перед их обличчем на любви пахащи. И стало все, что говорит Господь Бог. И брала ты сын своих, а дочек твоих, и поводила мне, и приносила их на дежу дым. Чемало было распусти твоих, что ты резала детей моих и давала дым, перепровадживая через огонь для них. И при всех рядах твоих, и распустах твоих, ты не памятала про те дни своєї молодости, когда была при нагоре, когда повалялася в крови своя. И стало по всему твоему злой горе, горе, которые говорит Господь Бог. И побудовала ты собі места распусти, и провела собі підвищение на каждом Майдане. И на каждом роздорожжі побудовала ты свои ді підвищения, и знеславила свою красу. И розхиляла ноги свои для каждого перехожого. И побільшувала свою распусту. И чинила ты распусту синами Єгипту, своими сусідами великотелисими. И побільшувала свою красу, чтобы гнівити мене. Ось я простягнув свою руку на тебе, и отняв належную частину твою, и дав тебе на волю твоих ненависниць, филистинлянских дочок, засоромлених твоей нечистою дорогою. Стоп. Дальше все в том же духе идет. Глава очень большая, 16. И вот посмотрите на 59 и 60 стих. Что там написано, Гнастя? Ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с Тобою, как поступила Ты, презревший клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с Тобою в одни юности Твоей, и восстановлю с Тобою вечный союз. То есть, мы с вами знаем, что отношения Бога и израильского народа выглядели как отношения мужа и жены, да? И народ по отношению к Богу постоянно пребывал неверно. И здесь описывается, что делал народ, как женщина по отношению к своему мужу. Блудливая. Поэтому мы с вами записали, что Бог по причине жестокосердия разрешает развод или нет? А? Не разрешает. Вторая причина. Вторая причина. Мила, прочитайте услуги еще раз из вашего конспекта. Муж, разводящийся с женой, может вступить в повторный брак по причине прелюбодеяния. Муж, разводящийся с женой, по причине прелюбодеяния, может вступить в повторный брак, не совершая при этом греха. И дальше мы с вами описали красной пастой, что? Это четко подразумевается в слове не за, не по причине, повторяясь кондицию, озвученную на горной правой земле. И дальше. Неверность по отношениях не делает, развод обязательно не расторгает брак. Но его расторгает ситуация жестокосердная, в которой Бог различает то, что соединит. В отличие от нас, Бог не жестокосердный. И Бог, несмотря на все наши грехи, продолжает нас любить. Бог, несмотря на всю нашу неверность, как его жены во времена Ветхого Завета и как во времена Нового Завета мы, как невеста, постоянно неверны своему жениху Христу, греша перед ним. Постоянно оскорбляем Бога, но Бог продолжает нас любить. Но человек, в отличие от Бога, очень злое существо, испорченное грехом. И поэтому Бог, по жестокосердию, допустил, чтобы Моисей разрешил давать разводное письмо. Почему мы записали с вами, Бог допустил, чтобы Моисей разрешил давать разводное письмо. Сейчас одиноким женщинам легко живется, но в те времена, в древние, им жилось во много-во много раз тяжелее. Сейчас женщина имеет такие же права, как и мужчина. Но тогда, будучи одинокой, она фактически никаких прав вообще не имела. И Бог всегда остается человеколюбивым во все времена. И Он позаботился об этих одиноких женщинах. И разрешил разведенным женщинам вступать в брак, в законе 24.1. Но я хочу ваше внимание еще обратить на то, что вы записали, что во второй причине, муж, разводящийся с женой, равно как и жена, разводящаяся с мужем, по причине пролюбодеяния может вступить в повторный брак или нет? Может, потому что это в тексте явно написано. Если кто-то не хочет видеть то, что написано явно в тексте, это проблема уже человека, не Бога. Но здесь, как и в 5 главе 32 стихе Евангелия от Матфея, говорится, «Кто разведется с женой своей не за?» То есть, если ты разводишься за или по причине, тогда у тебя есть основания вступить в повторный брак, не согрешая при этом. Но если ты разводишься не за, то есть не по причине пролюбодеяния, значит, ты, вступая в повторный брак, грешишь. Это сложно понять? Я думаю, не сложно. Если позволить Библии объяснить саму себя, а не придумать человеческие объяснения или слушать человеческие учения. Как в 5.32, так и в 19.9 Иисус говорит одно и то же в Евангелии от Матфея. Вопросы есть по этому? Третья причина. Любой мужчина, который женится на разведенной, любой мужчина, который женится на разведенной, скобочка, красной пастой, развод которой не был вызван пролюбодеянием предыдущего мужа, развод которой не был вызван пролюбодеянием предыдущего мужа, скобочку закрыли, совершают пролюбодеяния. Итак, Валентина, прочитайте третью причину слух. Любой мужчина, который женится на разведенной, развод которой не был вызван пролюбодеянием предыдущего мужа, совершает пролюбодеяние. Всем понятно, это третья причина? То есть, если я женюсь на разведенной женщине, а она была разведена не по причине пролюбодеяния, то я пролюбодействую. Но если эта женщина была разведена по причине пролюбодеяния, значит, я не пролюбодействую. Я имею полное право на ней жениться, потому что ее развод был вызван уважительной причиной. Ирина, что вы улыбаетесь? Повторные браки, за исключением случаев, когда первый брак был расторгнут по причине супружеской неверности, вовлекают их участников в пролюбодеяния. Итак, повторные браки, за исключением случаев, когда первый брак был расторгнут по причине супружеской неверности, вовлекают их участников в пролюбодеяния. Итак, в третьем стихе Иисуса спросили, является ли развод по любой причине законным? И ответ был отрицательный. Есть только одна причина для законного развода. Какая причина? Пролюбодеяния. Тогда каким же образом человек будет развестись с женой, которая не совершала пролюбодеяния? Это вопрос. Ответ состоит в том, что он может сделать это юридически. Гражданский суд может разрешить развод, даже если до этого нет законных оснований. То есть, другими словами, смотрите, брак может существовать на двух уровнях, законном и юридическом. Как и развод может существовать на двух уровнях, законном и юридическом. Если я, например, хочу развестись с женой не по причине пролюбодеяния, меня разведут в нашей стране? Разведут. Но этот развод будет каким? Юридическим. Да, юридическим, но незаконным. Потому что в Божьих глазах я буду оставаться ее мужем. Точно так же это касается и брака. То есть, что бы ни говорили люди, какие бы законы они не создавали, Божий закон всегда будет превыше любого человеческого закона. Божье слово всегда будет превыше любого человеческого закона. Поэтому в вопросе брака Иисус предельно ясно объяснил вопрос брака, развода и повторного брака. Вопросы у вас есть? Какие права имеет виновная сторона? Жена развелась с мужем по причине пролюбодения. Она имеет право выйти замуж второй раз. А тот, который виновен, он какие-то права имеет? Может он жениться? Должен оставаться внебрачным. Или внебрачным. Виновная сторона. Это по Божьему закону. Потому что прав у него никаких нет или у нее. На повторный брак. Потому что эта сторона виновна в пролюбодеянии. Поэтому Иисус что сказал? Что всякий, кто женится на или выйдет замуж за, виновен будет в пролюбодеянии. Так написано. Разрешается жениться и выходить замуж. Только невиновной стороне. Только невиновной стороне. Александр, у Еврея уже было все понятно. Допустим, кто изменил, забили его камнями, и человек свободен. Не обязательно. Если виновная сторона разрешала помилование, человек помилует. Уже было понятно, что вина доказана. А в данном случае применять вот эту практику, доказательство, это почти невозможно в нашем мире. Ни одна женщина не придет, не скажет, ни один мужчина, что я прилюбок здесь. Ну, я думаю, что бывают всякие ситуации и случаи. Самое главное для нас с вами, это знать Божье желание. Божье повеление. Исследовать этому слову Бога. Это самое главное для нас. Идем дальше. С 10 по 12 стихи отклик. То есть после того, как Иисус рассказал об этом вопросе, какой отклик у учеников в 10 стихе. Ученики сказали, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. На что Иисус ответил им. Не все вмещают слово сие, но кому дано. То есть Он соглашается, что для них, которых лучше оставаться холостыми. Но не все смогут быть таковыми. И в 12 стихе Он перечисляет три группы людей. И Иисус перечисляет три группы людей, которые по разным причинам живут в безбрачии. Первая группа – это истинные скопцы. То есть евнухи. Родившиеся с физическими недостатками. Истинные скопцы – это кто родился с физическими недостатками. Вторая группа – это те, которых оскопили, сделали скопцами. Как правило, они были слугами, надзиравшими за царскими гаремами. Это были евнухи, которые надзирали за царскими гаремами. В Деяниях 8.27 о таком человеке идет речь. Деяния 8.27. О ком там в Деяниях рассказывается 8.27? Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Третья группа людей – это люди, добровольно жившие, как евнухи и ради царства. Добровольно жившие, как евнухи и ради царства. То есть они предпочитали оставаться холостыми, чтобы больше посвящать себя духовным вопросам. Чтобы больше посвящать себя духовным вопросам. Эти люди решали оставаться безбрачными. 1 Коринфянам 7 глава. 7-8 стихи с 32 по 38. 1 Коринфянам 7 глава 7.8. 32-38. С 13 по 15 стихи речь пойдет о детях, которых привели к Иисусу, чтобы Он возложил на них рук и помолился. Это был традиционный иудейский обычай для передачи благословения. Ученики хотели помешать, считая детей помехой. И мы прочитаем с вами этот отрывочек с 13 по 15 стихи. И Иолиана нам прочитает. С 13 по 15 стихи. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбранялись к Нему. Но Иисус сказал, пусть эти детей не препятствуются бездельно ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел отборок. И вот некто подойдя сказал ему, учитель влаги, что делать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную? Все, все, достаточно. По 15 стихи. С 13 по 15 стихи. Мы Красной Пастой запишем с вами. Иисус не сказал. Иисус не сказал, в кавычках, их Царство. Но, в кавычках, таковых есть Царство. Царство состоит не из детей, но из тех, которые, подобно детям, не заняты мыслями о мирском величии. 16 по 22 стихи. Звучит очередной вопрос. 16 по 22. И этот вопрос мы с вами уже прочитали. Юлиана нам прочитала вслух 16 стих. Итак, эта сцена вовлекает человека, который описан как богатый, молодой. Богатый, молодой. И вот богатый, молодой и некто изначальствующий, если мы еще посмотрим в Евангелие от Луки 18-18, задает Христу вопрос. Учитель, какое доброе дело я должен сделать, чтобы получить жизнь вечную? Это был очень хороший молодой человек. Вы задумались, когда-нибудь над этой ситуацией, историей описанной здесь? Если человек молодой, богатый, то когда вы посмотрите другие Евангелия, там описывается, как он подходит ко Христу. Что он делает? Подбегает к Иисусу. И что? Вы читали вообще в параллельных местах? Завтра будем проверять. Все вопросы будут по тексту и по конспекту. А вы должны знать Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки. И там молодой, богатый человек подбегает, падает перед Христом и говорит, что мне делать, Господь? Представляете, сегодня, чтобы был человек молодой, богатый и так повел себя? Молодой. Что свойственно молодости? Богатый. Что свойственно богатым людям? То есть, четыре, как минимум, факта или обстоятельства говорили в пользу этого молодого, богатого человека. Во-первых, он искал правильную вещь. Во-вторых, у него было правильное отношение. Вы же не забыли, что репутация у Христа среди начальства и богатых людей была не очень хорошей, мягко говоря. Во-первых, он искал правильную вещь. Во-вторых, у него было правильное отношение. В-третьих, он задал правильный вопрос. В-четвертых, спросив Христа, он спросил того, кто даст ему неподрешимо правильный ответ. Он спросил того, кто даст ему правильный ответ. слава Христа, что ты называешь меня благим, не было признанием греха или отрицанием божественности. слава Христа в кавычках, что ты называешь меня благим, не было признанием греха или отрицанием божественности. Иногда люди могут сказать, видите, Иисус не был безгрешным. Он не считал себя таким. Не было признанием греха или отрицанием божественности, но призывом к размышлению. Христос принуждал человека задуматься о смысле его слов. В скобочках 17 глава с 24 по 26. 17 глава от Матфея с 24 по 26. Далее Иисус отвечает Ему, говоря соблюдать заповеди. Далее отвечает Иисус, говоря соблюдать заповеди. Нужно было этому молодому человеку. Какие, спрашивает тот? Христос называет шестую, седьмую, восьмую, девятую и пятую. Шестую, седьмую, восьмую, девятую и пятую заповеди. Шесть, семь, восемь, девять, пять. И заканчивает Левит 19, 18. И заканчивает Левит 19, 18. То есть люби ближнего твоего, самого себя. Что юноша говорит в 20 стихе? Все это сохранил от юности. И вот в 21 стихе Господь говорит Ему, что не достает. И мы с вами запишем по 21 стиху. Христос дал ответ, который глубоко задел чувства юноши. Раздача милостыни была одной из основных добродетелей иудаизма. Раздача милостыни была одной из основных добродетелей иудаизма. Но раввины не предписывали полный отказ от собственного имущества. Но раввины не предписывали полный отказ от собственного имущества. 5.42 Однако Иисус говорит продать все и раздать людям. 22 стих Своим требованиям к этому юноше Господь показал то, что Ему не хватало искренней любви к Богу. Матфея 22.37 Матфея 22.37 Возможно, юноша безупречно исполнял заповеди с пятой по девятой. Но нарушал ту, которая стояла первой. Но нарушал ту, которая стояла первой. Исход 20 глава, третий стих Да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Юноша хотел следовать за Христом на собственных условиях, а не на условиях Бога. Следовательно, его доброта была ни на что не горда. Послушайте, пожалуйста, некоторые мысли в связи с этой историей. Любовь к Богу означает, что мы должны очистить себя от всего, что стоит между нами и полной преданностью. И вот один человек дальше говорит такую мысль. То, что Христос не повелел всем своим последователям продать все имущество, дает утешение только такому человеку, которому он дал бы такое повеление. Христос не говорит нам открыто продать, запереть, запасать и копить. Но его требования к ученикам не менее строги для нас, чем для этого правителя. Вопросы есть? И с 23 по 26 стихи трудное положение богатых описывается. С 23 по 26 трудное положение богатого. Иисус использует этот образ в стихах 23-24, чтобы показать невозможность, чтобы показать невозможность для надеющихся на богатство войти в царство. Иисус использует этот образ, чтобы показать невозможность для надеющихся на богатство войти в царство. Ученики изумились, спрашивают, у кого же есть шанс, на что Господь в 26 стихе говорит. Что говорит Господь в 26 стихе? Мы запишем. Человек, предоставленный сам себе, не может спастись. Человек, предоставленный сам себе, не может спастись. Матфея 12, 29. Римлянам 5, 6. В скобочках две ссылочки запишите. Матфея 12, 29. Послание к Римлянам 5, 6. Но с Богом невозможное становится возможным. Он может освободить человека от всякого греха, включая корыстолюбие, и указать на небесное богатство. Он может освободить человека от всякого греха, включая корыстолюбие, и указать на небесное богатство. Стихи в нашей главе с 27 по 29 об этом говорят С 27 по 29 награда ученикам. То есть, какая награда ждала учеников? Петр спрашивает, Господи, а что же нам будет? Слово «паки бытие» означает возрождение, рождение вновь, обновление. То есть, новое бытие, другие слова. Слово «паки бытие» видите? Видите, в 28 стихе слово «паки бытие» означает новое бытие. И Господь говорит, что в будущем что вы получите, если последовали за мной? намного большее, чем вы даже можете себе представить. 29 стих. Что находит всякий, кто следует за крестом? Видите? И в конце вечную жизнь наследует. Заканчивается глава словами, которые служат началом притчи. А притча будет рассказываться уже в 20 главе, в первых 15 стихах. Многие будут первые и последними, и последние первыми. Вот. Эта притча и будет раскрывать нам сказанные Христом слова. Вопросы? Брака, развода, повторного брака есть? Ирина, ну что же все смеют? Брака, развода, повторно. Брака, развода, повторно. Спасибо. Спасибо.